итак я провязала 5 сантиметров резинкой 1 на 1 видите 5 и вы должны закончить там где хвостик у меня это получилось 11 рядочков у вас может быть чуть больше чуть меньше кто хочет чтобы резинка вот это было пошире то есть соответственно делаете больше рядов если резинка будет пошире меньше будет подать мне 5 сантиметров 5 сантиметров всегда устраивало затем приступаете к одному из основных узоров хвост у вас начинается вяжите первую спицу то бишь 9 петель на спицы просто лицом изнаночную вяжите за заднюю чтобы она ложилась более ровно смотрите это задняя сторона внутренняя внутренняя ручки теперь смотрите на внешней стороне на 2 спицы делаете первую петлю лицевой затем делаете рис узорчик так как у нас здесь было из на лицевая делаем ее изнаночные то есть как бы делаем наоборот где изнаночная вяжем лицевую где лицевая изнаночная лицевая изнаночная ну то есть как бы наоборот шахматном порядке от узора того который был резинки и так до конца спицы первую обязательно надо лицевой затем по узору противоположную изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и обязательно последнюю со второй спицы как и первую последнюю простите с третьей спицы как и первую со второй спицы обязательно надо лицевой неважно даже если у вас здесь две лицевые будет ничего страшного нужно обязательно лицевой последнюю и так как первую спицу я вам говорила это изнаночная сторона вот внутренняя не изнаночная а внутренняя лицевая также эту спицу делаете просто лицевой ряд за заднюю стенку изнаночную лицевую теперь лицевую за переднюю стенку изнаночную за заднюю лицевую лицевую за переднюю стенку и так до конца спицы то есть делаете внутреннюю сторону она у нас будет без воров просто лицевой гладью продолжаете второй ряд смотрите у вас пошло опять же вот этой ниточки второй ряд Просто лицевыми делаете за переднюю стенку. Все 9 петель. Дальше вторую спицу вы делаете, как я вам говорила, первую обязательно лицевой. Теперь противоположные получается. Здесь, где была изнаночная, делаем лицевую. Лицевую делаем изнаночную в шахтатном порядке. Продолжаете. Остальные 8 петелек делаете в шахтатном порядке противоположной петелечкой. Чередуете лицевая изнаночная. И у нас, если вы увидите, уже начиная с третьего ряда, ну как бы со второго ряда основного, но с третьего от резинки, у нас получается такая вот шахтатка. Этот узор называется рис. Шахтатка чередуете, продолжаете вторую спицу узора. Лицевой, изнаночная, лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И обязательно последняя, лицевая, независимо от чередования лицевых и изнаночных. Она как бы у нас идет как продолжение вот этой глади, как десятая петелечка, получается, основного узора глади внутренней. Продолжаете вот это внутреннее, лицевая, без изменений. Значит, третий ряд. Также внутреннее, без изменений, лицевая. С первой спицы 9 петель, лицевая, без изменений. Со второй спицы, как я вам говорила, без изменений, первая лицевой. А затем идет чередуя противоположные петли. То есть, где лицевая, изнаночная, теперь лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Со второй спицы основного узора была у нас лицевая, мы делаем изнаночную, изнаночную, лицевой и так далее до последней. Последняя с третьей спицы, я вам говорила, независимо от последней, она лицевая. Повторяюсь, для того, чтобы, может, не видно по видео сильно, я быстро вяжу. Но, как бы, продолжаем вязать лицевой гладью и внутреннюю сторону. Запомните, главное, что у вас от, скажем, кончика ниточки, или от начала, или от конца, вот этот вот кончик, он у вас должен быть внутренней стороной. То есть, вот эта сторона у вас всегда будет на двум спицам, всегда лицевой. С этой стороны у вас будет узор. Видите, у вас узор. Крайние петли у вас будут всегда лицевые, всегда без изменений. Внутренняя сторона у вас будет лицевой. Таким рисуночком нам нужно провязать 10 сантиметров основного узора. Если вы будете в общем, как бы, мерять, то у вас должно быть 5 сантиметров. Вот, как у меня, 5 сантиметров резинки 1х1. И 10 сантиметров основного узора риса. Если хотите коротенький, вы можете 10 сантиметров, 5 сантиметров, например, провязать. То есть, в общем, у вас должно митеночки быть, к окончанию провязывания 10 сантиметров риса, у вас должно быть 15 сантиметров. Итак, встречаемся в уроке третьем, когда у вас будет готово 15 сантиметров вашей митеночки. Продолжение следует...